голубое какое небо у нас сегодня небольшой морозец солнышко поднимается я бегу на электричку я уже приехала бегу на работу зашла в аврору Влада попросила купить чашечки, что там ей одна понравилась и я бегу, в общем-то купила еще и зашла еще себе тарелочку решила, знаете как, стрессы, почему бы не купить себе чего-нибудь такого успокоительного, так сказать купила тарелочку, иду счастливо, рада и все не знаю, стресс сняла или нет, но хорошее настроение появилось звучит это, конечно, в большей степени как дикость того, что вчера боялись, сегодня уже по брякушечке тарелочки покупаем но чем себя радовать, вот скажите чем радовать? неизвестно, чем радовать поэтому купила тарелочку кстати, во вчерашнем разговоре о сиренах вчера было сирен 27 штук за день по Харьковой области 27 раз звучала воздушная тревога вот так ну сегодня, конечно, каждый день надеешься на лучшее что будет сегодняшний день лучше, чем вчера надеемся и верим ну, а уже что купила, покажу уже, когда приду домой надо немножко поработать уже на кухне, уже дома и знаете что? сейчас вам дам идею приготовления и не только идею, но и рецепт приготовления рыбки на выходные рыбка получается очень вкусная особенно этот рецепт очень хорошо подойдет тем, кто любит скумбрию этим способом мы маринуем очень давно проверенный на 100% и получается очень-очень вкусный когда-то уже делилась на своем канале этим рецептом но, почему бы не показать то, что готовлю сейчас и то, что действительно вкусно для начала нам понадобится свежемороженая скумбрия я ее разморозила помыла, почистила обрезала все плавники в середине вот тоже вымыла по хребту вымыла все чистенько теперь скумбрию нужно нарезать кусочками я это люблю ну вот приблизительно вот такие вот кусочки использовать вот такой ширины одну-две луковицы порезать полукольцами для маринада понадобится 200 грамм кипяченой остывшей воды 40 миллилитров уксуса 80 грамм растительного масла 2 столовые ложки соли половина столовой ложки сахара черный перец по вкусу 2-3 штуки лаврового листика но у меня он маленький поэтому это остатки у меня поэтому у меня будет чуть больше зима в этом году кстати вот была такая можно сказать и морозная и сырая и прохладная она была в этом году всякая но опять-таки сорвали петрушку с огорода я уже не стала снимать вот выходные будут покажу я еще не мыла ее сейчас помою нужно перебрать измельчить для скумбрии вот чтобы мариновать но вот эта петрушка с нашего огорода представляете да она тут конечно страшненькая но я считаю что набрать понемногу-понемногу можно то количество которое мне нужно и дело в том что вот у нас и грядочки небольшие этой петрушки понимаете они там как-то и снегом присыпаны и замерзала она но петрушка вполне живенькая очень даже хорошенькая это на огороде без каких-то укрываний без ничего вот такая вот петрушечка 1 февраля у нас вот только-только срезали и и лада тут наливает чай себе поэтому чашка будет недоступна я все-таки обещала показать покупку из авроры вот такой вот чашку купила здесь в середине как гора она конечно ну тоненькая но если ребенку хочется пусть вот красиво тем более это сейчас модно двойное дно и все такое здесь конечно не двойное дно ну вот с такой горой ей захотелось пить чай и чтобы была видна вот так вот поэтому вот такая покупка с авроры сама даже немного удивлена пока перебрала все вот такой вот пучок петрушки получился сейчас надо мелко и и нарезать и будет то что нужно приступаю к сбору на дно кладу немного лука и петрушечки теперь на низ укладываю скумбрию все надо выкладывать слоями теперь опять петрушка лучок опять скумбрия теперь все это заливаю маринадом и отправляю в холодильник это такой рецепт что вечером сделал утром готова все скумбрия покрылась водичкой накрываем крышкой и прохладное место она сразу становится мутненькой это значит процесс уже пошел вот как-то сразу то водичка с уксусом скумбрия становится мутненькой чашку показала это был антистресс влады а это вот правда не мытый еще залепанный пальцами замотканный вот такой антистресс мой в живую она немного имеет более розоватый цвет очень считаю красивая такая тарелочка для подачи в субботу к нам должны прийти в гости и вот сделаю какую-то нарезку что-нибудь красиво выкладу сюда думаю что все будет очень красиво так кусочки мяса к примеру будут лежать и посыпанной зеленью очень красиво будет такой тарелочки нужно только помыть уже заканчивала видео и знаете вот мне прислали комментарий и я вот думаю что если я на него отвечу сначала прочитаю а потом отвечу то тот кто мне прислал комментарий будет не против значит комментарий звучит так она я попала случайно к вам на канал посмотрела и очередной раз поняла что комплексую перед своими земляками оставшимися жить под постоянной опасностью то что ваша выдержка железная это вообще ничего не сказать тут вообще трудно слова подобрать какие вы просто жить таких условиях уже подвиг благодаря каждому из вас харьков украинский мы с дочкой вывезли своих двоих детей в польшу они ходят в местную начальную школу дочка работает сейчас уже младшим поваром по 12 14 часов мне 65 год пошел живем мы тут а душа в харькове сваха тоже в харькове говорят говорит что я лучше ее знаю что происходит в городе но это благодаря интернету иногда зовет нас харьков иногда сердится называет предателями надо плачет я смотрю на внуков они бегают школу ну думаешь а чтобы они делали сейчас в харькове как учиться в харькове внук хоть кричать перестал по ночам такой ужас пережил в харькове я смотрю на вас и кошки шкребут вы тут а мы там сейчас спешу и плачу душа разрывается каким богам уже молиться чтобы все это прекратилось и вернулся мир и все были живы и здоровы пусть бог бережет вашу семью харьков украину вот такой комментарий пришел и я бы хотела ответить на него вот для пояснения значит каждый вправе делать свой выбор у каждого свой выбор где быть и где жить и ну не знаю выбор был поехала бы ли я в польшу или в другие страны европы у меня был выбор я его сделала чтобы быть здесь муж же говорил меня с первых дней едь я осталась здесь осталась семьей смогла ли бы я там жить тоже вопрос как знаете всегда у каждого когда вот спросишь тебе есть о чем жалеть и вот некоторые люди задумываются и потом говорят но там если так прям придираться то есть о чем пожалеть а если в принципе то ни о чем не жалею так вот я всегда думала буду ли я жалеть о чем-то в этой жизни я так и не пришла к выводу потому что оставшись здесь я жалею о том что я уехала не уехала и не попробовала не посмотрела там как там живется но оставшись уехав бы но туда я бы жалела что я не осталась в харькове это сто процентов не знаю правильный ли я выбор сделала то что пережили то пережили что впереди нас ждет никто не знает сегодня так уж получилось я хотела рассказать но не знала к чему это привязать и вот ехала в транспорте домой с девочкой и со знакомой которая с первых дней 4 марта 22 года выехала в польшу с дочкой побыв там вот с ее рассказа она прожила там полтора года муж и дом и и все что было нажито непосильным трудом остался здесь так вот прожил там полтора года она вернулась и сказала что я не могу без харькова без своего дома без того как я здесь жила и вернулась вот буквально в середине декабря 23 года то есть вот совсем недавно она вернулась с ее временем как она сюда переехала как раз участились обстрелы начала быть очень громко так сказать с какого там 29 по моему или с 28 декабря вот начали сильные обстрелы так вот она ездит на работу то есть то чего она уезжала 22 году и этого совершенно не слышала то сейчас она живет и говорит я не могу без города работает точно также в городе как и все остальные кто кто работает в городе нам я уже говорила нам ехать 25 минут на электричке у нас ходит маршрутка у нас и не одна но смысле три разных маршрута ходит в поселок и ходит электричка и вот пока мы ехали она мне все это рассказывала вернулась говорит что я не могу значит там у нее была достойная заработная плата она говорит я работала там присылала сюда в украину мужу здесь муж не выехал потому что ухаживал за бабушкой все говорит можно было бы чтобы сейчас он выехал уже но выехал как у него муж ушел на пенсию поэтому ему выезд свободный все она ведь я вернулась я не могу и то чего я уезжала то теперь я это слышу говорит конечно я к этому не привыкла но я лет сделала свой выбор не могу не могу жить там живу приехала жить сюда с дочкой дочка поступила можно было в польше учиться в польском колледже или это техникум но дочка выбрала приехать сюда и учиться здесь поступила дочка медицинский колледж и вот первую сессию уже закрыла ну то есть вот первое полугодие уже отучилась все нравится все подходит все поэтому как правильно как кто сделал выбор бывает по-всякому бывает уныние бывает хорошее настроение бывает плохое бывает вот бывает по-всякому но тем не менее с надеждой смотрим в будущее кто сделал правильные выбор в своей жизни я не знаю но теперь у меня появилась тот пункт что о чем я жалею и о чем нет дай бог чтобы это все быстрее наладилось чтобы наступил мир это конечно желание каждого спокойная жизнь без обстрелов без всего но каждый сделал свой выбор в этой жизни правильный или нет то мы там уже будем знать позже и никто не скажет правильный только проживя определенное там время то тогда уже будет понятно был ли это было ли это правильно было но знаю точно что если бы я поехала туда то меня была замучила тоска по дому и по семье и вот по всему что меня здесь окружает тяжело знаете как в ряд что нужно прожить если ты иммигрант или куда-то там переехал то нужно прожить в стране первые четыре года они самые тяжелые вот наверное по ощущениям ну мне так кажется что я бы не пережила потому что меня бы замучила тоска и мне бы очень хотелось приехать в харьков как истинный и но мало того чтобы меня тянуло домой к семье так вот то что я бы там устроилась то что я бы там работала в это за это я не переживаю это сто процентов что ребенок выходил в школу это сто процентов или куда-то поступила как бы за это я не переживаю просто вот вопрос тоски подумал вот это совсем как бы такое дело которое очень даже самое тяжелое поэтому у каждого свой выбор у каждого свои силы и как правильно кто его знает ну теперь на этом уж точно заканчиваю свое видео всем мира всем добра подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии очень приятно читать такие знаете некоторые комментарии берут за душу прям вот самой как-то сопереживаешь с человеком который написал этот комментарий с некоторых просто смеешься знаете вот пришел мне недавно комментарий написали так вам и надо и мы как начали сможем смеяться я говорю напиши напиши напишу ответ курица помада все вспомнилось мне вот этот видео так очень видео а детская дразнилка так вам и надо курица помада вот так что не знаю как правильно не знаю как но за комментарий спасибо это очень приятно обратная связь очень очень это как бы мотивирует снять видео чтобы вы ответили на него вот комментариям пусть это будет правда вашей стороны пусть это будет правда ваших вашего мнения я большей степени понимаем что комментарии мне пишут хорошие бывает плохое ну что теперь сделать все на весах знаете вот так стоит балансом хорошее плохое но хорошего все равно больше спасибо вам всем желаю мира добра до встречи в новых видео всем пока